Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Указ главы республики был подписан 3 апреля, но соблюдают его не все. За последние дни увеличилось количество нелегальных перевозчиков. Контроль ужесточается. Со вторника будут введены электронные пропуска. 21 апреля, то есть завтрашнего дня, у нас вводятся электронные пропуска для пассажирского автотранспорта по межмуниципальным маршрутам пригородного значения. На сегодняшний день в базу заведено данные на 31 организацию, имеющих право осуществлять перевозки пассажиров и багажа по пригородным сообщениям. Получить документ возможно на сайте пропускап.ру. Процедура максимально упрощена и в то же время защищена. Легитимность перевозок будут проверять сотрудники ГИБДД по специальным QR-кодам. Поручение в Рио главы региона наладить эффективно работающую систему. Сегодня согласовать с коллегами из МВД, ГИБДД и Росгвардии процесс контроля, ну и конечно же принятие решения об необходимых мероприятиях, если будут случаи нарушения. По умолчанию пропуск сформируется сроком на сегодняшний день до 30 апреля 2020 года. О решении заявитель оповещается по электронной почве. В случае положительного решения высылается пароль доступа к системе. В случае, если пропуск не подтверждается, то соответственно сотрудник ГИБДД имеет право составить акт об административном нарушении на правительстве Минтранса. В минувшие выходные правительство страны пересмотрело список отраслей пострадавших от коронавируса. В перечень добавлены магазины, торгующие одеждой, обувью, автомобилями, а также зоопарки и музеи. В кабинете министров региона не исключают возможности дать добро на открытие парикмахерских. Олег Николаев отметил, что готов подписать распоряжение, только если бизнесмены будут соблюдать санитарные требования. На решение вопроса в Рио главы региона отвел три дня. Чтобы эти предприятия четко фиксировали своих клиентов, чтобы администрации муниципалитетов в ежедневном режиме получали информацию, как работают эти организации. То есть, речь о чем идет. Если мы, я выше обозначал, что мы имеем серьезную рисковую ситуацию неконтролируемого распространения новой инфекции. Если мы с вами будем видеть, что ситуация контролируемая, тем более за два дня еще мы увидим саму динамику, мы тогда соответствующее решение сформулируем. От коронавируса страдает не только малый бизнес, но и крупные предприятия. При закрытых границах задерживаются поставки комплектующих из-за рубежа. Также отмечено снижение индекса производства стексильных изделий, связанное с дефицитом, в первую очередь, сырья, которые в основном импортируются. Ну и в связи с ослаблением рубля подорожало стоимость порядка на 20%. Прогнозируется снижение заказов во многих отраслях промышленности. По итогам 2020 года отгрузка будет на уровне 275 миллиардов рублей. Прогнозируется и снижение доходов в республиканском бюджете. По мерам, что напрямую связано со срочкой по налоговым платежам, по тем отраслям, которые были первоначально приняты, 665 миллионов ожидаемое снижение. Но с учетом того, что в том числе в субботу было принято дополнительное решение по расширению, мы совместно с Федеральной налоговой службой оценим этот объем. Для поддержки регионов в федеральном центре уже принято решение о переносе выплат бюджетных кредитов. Средства должны быть направлены на реализацию антикризисной стратегии. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Вильев и Андрей Шоклев. Республика. В нашей республике работает волонтерский центр. Он объединяет людей и организации для оказания помощи людям в связи с ограничениями из-за COVID-19. Масло, макароны, консервы, товары первой необходимости раздают нуждающимся людям, находящимся на самоизоляции, малоимущим, многодетным семьям и гражданам старше 65 лет. Именно они в сложившейся ситуации больше всех подвержены риску. Им опасно выходить из дома, даже до магазина. На помощь приходят волонтеры и просто неравнодушные люди. В Красночитайском районе собралась такая группа. Добровольцы на свои средства закупили и развезли по домам продуктовые наборы. Такую практику они собираются продолжить. Тем более, что многие жители Красночитайского района высказали желание присоединиться к их акции. Пандемия коронавируса не мешает мошенникам вводить граждан в заблуждение и похищать денежные средства. К полицейским практически ежедневно обращаются пострадавшие от телефонных аферистов, которые представляются сотрудниками финансовых учреждений. Среди них оказалась и 55-летняя жительница «АллатРа», у которой из банковской карты списали деньги. Подробности в материале пресс-службы МВД. Этот специалист мне позвонил и подтвердил, что действительно по моим картам совершаются операции подозрительные. Но чтобы остановить эти операции, мне необходимо сказать ему номера моих карт и три цифры на оборотной стороне карты. Не заподозрив обмана, женщина выполнила все инструкции неизвестного. По словам потерпевшей, злоумышленники делали все, чтобы она им поверила. Переводили разговор от одного к другому, обещали защитить от незаконных списаний. На деле же оказалось все наоборот. Разговор с аферистами женщине обошелся в 45 тысяч рублей. Такую сумму списали с банковской карты. Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону ваши данные. Такие как полный номер вашей карты, трехзначный код на обороте карты и иные персональные данные. Сотрудники банков не переводят деньги на так называемые защищенные счета. И никогда не просят вас сообщить им пароли, которые приходят вам в СМС. Будьте внимательны и не дайте мошенникам себя обмануть. Интернет-журнал, школьное телевидение и учебный портал для дистанционного обучения на чувашском языке. Все это в помощь коллегам создал Владимир Андреев, директор Михайловской общеобразовательной школы в Цивильском районе. О трудностях в преподавании чувашского языка Владимир Андреев знает не понаслышке. По первому образованию он учитель чувашского языка и литературы. И с отсутствием наглядного материала в свободном доступе столкнулся уже давно. Когда у нас ничего нет для чувашского языка и литературы, ничего нет. В буквальном смысле в интернете все разбросано. Трудно найти что-то необходимое для данного конкретного урока. Верению порталя – результат многолетней кропотливой работы. Более пяти лет Владимир Юрьевич собирал и систематизировал материал, который ему присылали учителя чувашского языка и литературы из разных уголков республики. Сегодня в условиях пандемии они встречаются онлайн, обсуждают проблемы и делятся опытом. Учитель зимбирных хабаспах. Худшу наши бойко-бойян. Из-за перехода на дистанционную форму обучения запустить портал в работу пришлось досрочно. Сейчас мы чувашский язык и литературы пятый-девятый класс ведем. Полный такой комплект. Там и теоретическая часть есть, там есть видеоматериалы, там есть презентации, электронные упражнения, электронные контрольные проверочные работы. Вот все это полностью мы комплектуем и выставляем, чтобы учителя могли на урок прийти, взять, что необходимо, провести уроки, то онлайн, то оффлайн, то как работает данный момент. В ближайших планах у создателя портала заполнить раздел «Культура и история» для учеников пятых-девятых классов сельских школ. В дальнейшем на портале появятся специальные разделы и для городских учеников. Богдана Дойникова, Юрий Марков, Республика. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 16.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова